В эфире новости дня. Здравствуйте. В студии Татьяна Штылер. О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. И вначале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полицейские накрыли две нарколаборатории. Изъято 17 килограммов синтетики и 100 литров химреагентов. Даты последних звонков в школах Оренбурга определены. Как торжества пройдут в этом году? Будут ли введены запреты? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Оренбурге вводится особый противопожарный режим. Синоптики обещают жару, засуху и сильный ветер. С повышением пожароопасности в лесах до 4-5 класса. При введении особого противопожарного режима запрещается не только посещать леса, но и разводить там костры. Нельзя также сжигать мусор и сухую траву в населенных пунктах и садовых товариществах. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах жители могут оштрафовать на 40-50 тысяч рублей. Ход весенних полевых работ в хозяйствах региона обсудили на заседании правительства области. Доложить об этом профильного министра попросил губернатор. Сергей Балыкин рассказал также о внесении минеральных удобрений в муниципалитетах. Этой сводкой Денис Паслер оказался недоволен. Подробности у нашей съемочной группы Натальи Мороз и Георгия Бурлуцкого. Глава региона предлагает не терять время и приступить к работе. Однако прежде чем рассмотреть вопросы по повестке, не интересуются сводками с полей. Сейчас в хозяйствах области активно идет посевная. На сегодня уже посеяно более половины зерновых культур. Без подкормки из земли сложно получить качественный урожай. Министр сельского хозяйства Сергей Балыкин перечисляет лидеров по приобретению минеральных удобрений. Это Северные, Грачевские, Тюльганские, Октябрьские районы. В отстающих Беляевский, Переволоский, Бугрусланский, Осикеевский и Лекские районы. Ссылаются на отсутствие средств, Денис Паслер. Так у всех ситуации одинаковые. В Новосельгии такая же ситуация, в Матвееве точно такая же. На разговор по видеосвязи Денис Паслер вызывает администрацию Осикеевского района. Мы приобретаем работы на весенние полевые. За 70% мы выведем. Все остальное будет приобретаться уже все увозимые. Ведется-то, закупается, только как-то вывод стоящих у нас. Район-то, с точки зрения сельскохозяйства, вполне приличный, мягко говоря. Даже, можно сказать, лидер, один из лидеров. А сейчас как-то это самое, упустили этот вопрос. Особую обеспокоенность вызывают те территории, в которых на сегодня от плана приобретено минеральных удобрений всего 40%. При среднем показателе к данному моменту 70-80%. Одна из причин – нехватка средств. Цена на урожай прошлого года так и не оправдала своих ожиданий. Все это, в основном, связано с отсутствием денежных средств в сельхозпредприятиях. То есть, на сегодня есть хозяйство, где не из-за того, что он слабый или банкротный, а из-за того, что у него есть зерно, он не хочет его продавать по дешевой цене. Ну, я вот могу сказать, не защищая вот этих коллег, о том, что если цена на пшеницу год назад была 18 тысяч за тонну, сейчас она идет от 9 до 11 тысяч за тонну. Если подсолнце стоило 50 тысяч, он сейчас стоит 20 тысяч рублей и так далее. Фермеры вынуждены брать льготные кредиты. На сегодня Министерство сельского хозяйства совместно с банками выдали займы на сумму свыше 6,5 миллиардов рублей под 5% годовых. Продолжается федеральная поддержка производителей зерна. 10 миллиардов рублей получит 65 российских регионов, в том числе и наша область. Это уже второй транш – более 300 миллионов рублей. Эти деньги пойдут сельхозтоваропроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. В региональном сельхозе поясняют, будут учитываться страхование посевов, количество внесенных хозяйством удобрений и, конечно, обязательные условия – весь урожай должен быть зарегистрирован в системе зерна. Наталья Мороз, Георгий Бруловский. Новости дня. Они хотели стать счастливыми новоселами высоток по улице Планерной Оренбурга, а стали обманутыми дольщиками. В проблемах оренбургцев вместе с компетентными органами разбирался Александр Криволапов. Здесь, на улице Планерной, на месте бывших марш-заводских бараков, еще в 2018-м, до ковидном и довоенном году, развернулось грандиозное строительство двух домов под номерами 4 и 11. Люди поверили, понесли свои деньги в надежде стать счастливыми новоселами новых квартир. Однако в 2022 году специализированный застройщик заявляет, что денег нет. Их похитили. 580 человек одновременно становятся обманутыми вкладчиками. За дело взялся Следственный комитет. В качестве обвиняемого по данному уголовному делу привлечено одно лицо. Это гражданка Киселева, руководившая его статус СЗ. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Допрошена была в данном процессуальном статусе. Вину в совершении инкриминированного деяния свою признал. Кроме того, следственные органы добились наложения ареста на имущество и банковские счета фигуранта дела. В региональном Минстрое думают, как достроить дома и не допустить нарушения прав граждан. Прокурор области Руслан Медведев рекомендовал всем заинтересованным сторонам еженедельно собираться и докладывать о том, как идет дело. Александр Криволапов, Семен Воробьев. Новости дня. Более 2 миллионов рублей на борьбу с бездомными животными. Мэрия Оренбурга нашла подрядчика, который займется отловом и содержанием собак. Выиграла аукцион компания из Липецка. Торги состоялись 15 мая. Тендер почти на 2,5 миллиона рублей администрация Оренбурга разместила еще в апреле. Подрядчик должен заняться отловом, вакцинацией, стерилизацией, чипированием и содержанием бездомных животных в приюте. А после вернуть особей в прежнюю среду обитания. Первый этап поисков тех, кто займется этой работой, длился с 26 апреля по 4 мая. Несмотря на то, что проблема бродячих собак достигла вопиющего масштаба в регионе, желающих помочь в ее решении не нашлось. Повторную заявку у ЖКХ Оренбурга разместила 5 мая. Вот только стоимость оказания услуг была ниже более чем на 100 тысяч рублей. Единственная заявка на тендер поступила от липецкой компании «Ристом Строй Эл». Она выиграла аукцион, который состоялся 15 мая. Отлов и задержание одной особи компания оценила в 7 596 рублей. Подрядчику предстоит поймать 190 животных. При том, что в городе численность бездомных собак оценивается примерно от 6 до 8 тысяч. Однако отзывы о его деятельности удалось найти в электронных источниках города Ярославля. У них эта фирма занималась отловом собак в прошлом году. В нескольких статьях говорится о том, что мэрия города недовольна компанией. У них контракт с фирмой из Липецка был заключен на 4,5 миллиона рублей. Как пишут СМИ Ярославля, компания должна была приступить к исполнению контракта 15 августа. Но сделала это на месяц позже и отловила всего две агрессивные собаки. Кроме того, выяснилось, что у липецкой фирмы нет своего пункта передержки. Дог-хантеры везут собак в приют МУП – спецавтохозяйство, который переполнен. Добавим, мы хотели связаться с подрядчиком, который будет работать в нашем регионе. Но ни один из указанных в интернете номеров не отвечал, либо был выключен. Вода хлынула на улицу. В Оренбурге в центральном районе прорвало трубу. На место приехала аварийная служба. Масштаб ЧП оценили наши корреспонденты. Вода доходит почти до колена, однако это не озеро, а коммунальная авария на пересечении улиц Коммунаров и Рыбаковской. Прямо сейчас здесь работает аварийная бригада, но до того, как она приехала, вода успела подтопить тротуар и придомовую территорию. Несмотря на настойчивые звонки жителей в водоканал и администрацию города, ждать специалистов пришлось долго. За это время вода успела полностью заполнить канализационные люки, подвал жилого дома, а также выйти на проезжую часть. По словам местных жителей, спустя почти два часа к месту аварии приехали рабочие. Они сразу же принялись откачивать воду. Причину утечки только предстоит установить. Сейчас люди опасаются, эта коммунальная авария не пройдет бесследно. Подвал затоплен, а это значит, что из-за влаги в ближайшем будущем может образоваться плесень. Но и это не самое страшное. Тем более, по словам местных жителей, подобное водное ЧП происходит не впервые. За 12 месяцев такая авария уже третий раз. А вот сейчас форменное безобразие. Полтора часа прошло, и только перекрыли воду и начали откачивать. Вот разрывается фундамент дома. Это просто бесхозяйственность и безобразие. Неполадки с трубами начали происходить после замены старой теплотрассы на новую. Так утверждают жители этого дома. Мы написали запрос в Оренбургский водоканал, что стало причиной коммунальной аварии и кто теперь будет устранять последствия этого потопа. Ответ ждем в ближайшее время. Подробности в следующих выпусках. Виолетта Широкова, Андрей Булатов. Новости дня. В редакцию ОРТ обратились оренбуржцы, которых беспокоит стихийный рынок рядом с остановкой «60 лет октября» в областном центре. По словам людей, прилавки мешают движению пешеходов и транспорта. Часть дня. На стихийном рынке около остановки «60 лет октября» торговля в самом разгаре. Покупатели берут товар, образуются очереди. Около торговых точек скапливается много автомобилей. Валентина Коротаева говорит, такая обстановка на этом месте небезопасна. Не раз доходила до аварийных ситуаций на дороге. Машины ездят, разгрузка приезжает, покупатели стоят, то есть вообще на машину не смотрят, детей не видно. В общем, иногда машины встанут так, что проехать здесь вообще абсолютно невозможно. Некоторые продавцы уверяют, никому не мешают. К каждому в день приходят не меньше 100 покупателей. Говорят, что документы на торговлю есть. Их проверяют несколько раз в неделю. Известно, что раньше, 20 лет назад, стихийный рынок находился на другом месте. И проходу, проезду не мешал. Все подробности в наших ближайших выпусках. Сейчас прервемся, и вот что будет в нашей программе дальше. Полицейские накрыли две нарколаборатории. Изъято 17 килограммов синтетики и 100 литров химреагентов. Даты последних звонков в школах Оренбурга определены. Как торжества пройдут в этом году? Будут ли введены запреты? Новости дня мы продолжаем. Крупный инвестор Оренбургской области Симприал планирует в этом году запустить новый завод по обогащению коалиновой породы. Предприятие работает в области не первый год. Добывает и перерабатывает коалиновые глины в Новоурском районе. Отметим, что Симприал занимает пятое место в России по производству керамического сырья. Компания Симприал уже в этом году планирует начать разработку Южно-Ушкатинского коалинового месторождения и запустить в Домбаровском районе завод по обогащению породы. Добытые коалины пойдут на производство керамической плитки, санфаянса, пропанта, кирпича, керамогранита. Строительство новой фабрики позволит трудоустроить 200 человек и увеличить налоговую базу компании в полтора раза. Перерабатывать на первом этапе планируется 150 тысяч тонн коалинов в год. В будущем объем может вырасти до 600 тысяч тонн. Это будет уже третья фабрика по обогащению коалинов, которая строится на востоке Оренбуржья. С их вводом в эксплуатацию наш регион займет одну из лидирующих позиций на рынке производства коалинов в России. А сейчас информация для тех, кто интересуется курсом валют. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. Трое жителей Оренбурга пойдут под суд за изготовление 17 килограммов наркотиков. Им предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. В ходе расследования уголовного дела следователи допросили более 40 свидетелей и назначили проведение 9 экспертиз. Объем собранных доказательств 14 томов. Две подпольные лаборатории по изготовлению наркотиков находились в Оренбурге. В специально арендованных помещениях проходил процесс приготовления запрещенных веществ. Там же они хранились и расфасовывались. При обыске по местам криминальных производств полицейские изъяли наркотики, свыше 100 литров специальных веществ для химических реакций и оборудования. Те, кто производил смертельный психостимулятор, действовали по указанию анонимного руководителя. В лаборатории работали мужчины в возрасте от 31 до 34 лет. Мелкоптовые партии смертельного зелья наркотельцы распространяли через тайники закладки на территории региона. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Фигуранты находятся под стражей. В Оренбургской области на ремонт закрыто три моста. Из-за этого изменится схема движения. Об этом сообщили в Минструе региона. С 15 мая закрыты два моста на автодороге Бузулук-Грачевка. Первый пролегает через реку Чернейка на 19-м километре в Бузулукском районе. Второй мост находится на реке Каменка на 41-м километре в Грачевском районе. 16 мая начинается ремонт на путепроводе через железнодорожные пути на 4-м километре трассы «Холодные ключи» Каргала в Оренбургском районе. Проезд по мосту будет проходить по одной полосе. Будет работать светофорное регулирование. Работы на этих мостах должны завершиться уже в ноябре текущего года. Капитальный ремонт объектов проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На время реконструкции рядом с путепроводами оборудовали объездные дороги. Всего в 2023 году по нацпроекту в Оренбургской области отремонтируют 10 мостов и путепроводов, которые расположены на региональных дорогах. К другим темам. Оренбургские лагеря готовятся принять с первых отдыхающих. Проверка оздоровительных учреждений на соответствие всем требованиям стартует 20 мая. За неделю до этого в Министерстве социального развития области провели ежегодное совещание с представителями ведомств, ответственных за детский отдых. Где в этом году будут отдыхать юные оренбуржцы и какая программа для них подготовлена, расскажем далее. На календаре середины мая до начала летних каникул ровно две с половиной недели. Самое время проверить готовность оздоровительных площадок. В этом году в регионе будут работать 846 детских лагерей различных типов. Они готовы принять свыше 80 тысяч детей. Кроме этого будет организовано более 600 площадок кратковременного пребывания. Они охватят 20 тысяч детей. У нас достаточно большой разбег между лагерями, которые включены в реестр организации отдыха и оздоровления, и лагеря, которые действительно у нас работают. Поэтому очень прошу до 1 июля провести этот мониторинг. И в каждом муниципальном образовании все-таки определиться, лагерь будет работать, есть какие-либо перспективы. Также в этом году завершается капитальный ремонт в двух загородных лагерях – «Авангард» и «Город детства». На организацию отдыха и оздоровления детей в 2023 году направлено свыше 700 миллионов рублей. По сравнению с прошлым годом сумма увеличилась на 22%. В настоящее время специалисты, контролирующих детский отдых ведомств, приступают к проверке безопасности территорий, организации спортивного времяпрепровождения, культурной и туристической направленностей. «Педагоги много сейчас думают, разрабатывают программу наполнения, чтобы детям было интересно и познавательно. И, конечно же, мы в этом году будем, как и в предыдущие годы, говорить много о наших нравственных ценностях». Юные оренбуржцы также смогут отдохнуть и за пределами региона. Федеральные детские центры, такие как Артек, Орленок и ряд других, смогут отправиться 356 детей. В лагере «Янтарь» в городе Анапа отдохнут 192 ребенка из Оренбургской области. Это дети, которые добились определенных успехов в учебе, искусстве и спорте. Юлия Атюшевская, Семен Воробьев, Новости дня. Цена билета на детской железной дороге в Оренбурге этим летом станет дороже. Стоимость билета выросла в полтора раза. Открыть сезон планируется 19 мая. С набережной Урала отправится первый в этом году поезд для детей. В этот же день откроется отреставрированная станция «Комсомольская». Станции вернули исторический вид. Здание восстановили по сохранившимся чертежам за 80 миллионов рублей. Ремонтные работы начались в мае 2021. Спустя два года объект готов принять первых посетителей. 70-й сезон начинается с новости для пассажиров. Если для детей до трех лет проезд остается бесплатным, то за школьников в возрасте от трех до десяти лет родителям придется заплатить 75 рублей. Одна поездка для детей старше десяти лет обойдется уже в 100 рублей. Детская железная дорога будет работать четыре дня в неделю. В среду, в четверг, в субботу и в воскресенье. В день поезд будет курсировать от станции «Комсомольской» до «Кировской» пять раз. Время отправления от станции «Комсомольской» в 10, 11.20, 12.40, 14.40 и 16.00. Путешествие в обе стороны составит 1 час 10 минут. Совсем немного осталось до последних звонков. В администрации Оренбурга рассказали, когда официально закончится учебный год для школьников. Никаких ограничений в этом году пока не планируется. Мероприятия пройдут в очном формате. Так, последний звонок для одиннадцатиклассников прозвенит в школах Оренбурга 25 мая. Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года, пройдут во всех образовательных организациях города. Основной период сдачи ЕГЭ для выпускников одиннадцатых классов начнется 26 мая и закончится 20 июня. Девятиклассники отправятся на каникулы чуть раньше. Торжественные линейки, посвященные последнему звонку, пройдут для учащихся 23 мая. Государственные экзамены выпускники девятых классов будут сдавать с 24 мая по 17 июня. Торжественные вручения аттестатов выпускникам девятых и одиннадцатых классов состоятся после 19 июня. Точную дату мероприятия руководители школ определяют самостоятельно. На этом все. Напомню, еще больше информации вы можете узнать на нашем сайте urt.tv.ru. Также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин